Сергей Байдачный, сотрудник компании Microsoft Украина, специалист по разработке программного обеспечения. Привело меня на это событие 4 доклада, которые я делаю в рамках этого события, и сегодня как раз 3, но, слава богу, я уже сделал 2. Видел я это событие примерно себе именно так, как оно сегодня проходит, потому что оно проходит значительно более масштабно, чем в прошлом году, и мы, в общем-то, достигли примерно тех результатов, на которые мы ориентировались. У нас в 2 раза больше участников в этом году, чем в прошлом году, у нас 4 трека, отдельный трек посвящен Windows 8, отдельный трек посвящен разработке, трек по IT Pro, трек по Windows Azure и офисным технологиям. С моей точки зрения, все-таки основной фокус сегодня это Windows 8. Это первый основной момент. С другой стороны, мы продолжаем активно продвигать Windows Phone, и сегодня вы слышали анонс о том, что через неделю Windows Phone будет официально от Nokia представлен в Украине. Это Nokia Lumia 800 и Nokia Lumia 710. Через неделю все желающие смогут купить его в магазинах Украины. Если говорить о том, что нового в Windows 8, я провожу сравнение между MS-DOS и Windows 95. Да, колоссальные различия. Так вот, различия между Windows 7 и Windows 8 точно такие, как между MS-DOS и Windows 95. Громадное количество возможностей, абсолютно новый API, новые подходы для разработки приложений, новые подходы для распространения приложений. Все новое. Ну, начнем с того, что разработчик всегда чему-то учится, с одной стороны, с другой стороны. Именно для разработчиков на платформе .NET Framework и для разработчиков на C++, Windows 8 постарались сделать все, чтобы миграция на Windows 8 была как можно более плавной и как можно более быстрой. Потому что новый API Windows Runtime, во-первых, он объектно-ориентированный, во-вторых, там реализованы многие концепции, которые уже успешно отработаны в .NET Framework. В-третьих, используются знакомые технологии. C++, C Sharp, XAML. Все это можно использовать. И главное, что мы кроме .NET разработчиков и стандартных C++ разработчиков пытаемся еще привлечь веб-разработчиков. Windows 8 сегодня платформа, которая позволяет создавать клиентские приложения на HTML5 и JavaScript в том числе. Это построение метроинтерфейсов. То есть это основные подходы для построения метроинтерфейсов, понятия метроинтерфейса. Это новые механизмы по работе с данными, по работе со службами. Это новые механизмы, новые элементы управления, поддерживающие анимацию, поддерживающие именно touch-интерфейс. Потому что Windows 8 система ориентированная на взаимодействие с клавиатурой, мышкой и в том числе системы, которая в первую очередь ориентирована на натуральные интерфейсы. То есть touch-enabled интерфейсы, так называемые. Это означает, что в Windows 8 надо было переработать много элементов управления, создать много новых элементов управления. Вот сейчас задача разработчиков научиться использовать стандартные подходы и стандартные элементы управления, чтобы интегрироваться плавно с системой, интегрироваться с возможностями системы, использовать элементы таким образом, чтобы интерфейсы соответствовали метро-стилю, новым подходом. Начнем с того, что это позволяет действительно покрыть новую аудиторию приложениями разработчика. То есть сегодня Windows 8 анонсировано как на 86-х процессорах, на процессорах архитектуры Intel, так и на ARM процессорах. То есть большое количество устройств, таких как планшеты, сегодня пользуются популярностью очень большой. Это значит, что разработчик на Windows 8 может донести свое приложение большему количеству пользователей. Стандартные же интерфейсы, которые зарекомендовали себя хорошо в Windows 7, извините, в Windows XP и предыдущих операционных системах, успешно работали на десктопах, они для touch-технологии не очень хорошо подходят. Поэтому задача Windows 8 сделать интерфейс таким, чтобы он работал и для touch, и для мышки, и клавиатуры. И, как мне кажется, это получилось сделать. Ну, давайте все-таки поговорим немножко не о бизнесе, да, давайте поговорим все-таки о разработчиках, которые могут делать бизнес. И вот здесь мы можем поговорить о корпоративных приложениях. И мы знаем, что есть масса сценариев, где использование touch-технологии значительно улучшает процедуру работы. Ну, начиная от простых приложений по работе с пациентами в больницах, где я обхожу пациентов или делаю визиты на дом, заканчивая приложениями в каких-то фермерских хозяйствах, где я выезжаю на поля, подсчитывая там потери урожая или наоборот мои доходы. С одной стороны. С другой стороны, есть разработчики, которые делают бизнес, да. Так вот, благодаря Windows 8 сегодня разработчики не просто могут написать приложение, они могут донести свое приложение всему тому большому количеству пользователей, которое существует. А сегодня на Windows-платформе более миллиарда пользователей. Как можно раньше начать разрабатывать Windows 8 приложения, мы со своей стороны уже сегодня готовы им помогать размещать приложения в Marketplace. Мы уже сегодня готовы включать их в специальные бета-программы, которые позволят им подключиться прямо сейчас. И уже создавать свои приложения, которые будут доступны пользователям как в релиз-кандидате в будущем, так и в текущей бета-версии. И уже первые приложения мы опубликовали. Но украинских компаний, которые начали разрабатывать Windows 8, пока еще не так много. Причина простая. Мы сегодня проводим первое событие, которое посвящено Windows 8. Мы это количество компаний будем наращивать. Чем быстрее вы присоединитесь, тем больше шансов у вас в будущем заработать больше денег. Спасибо, во-первых, всем тем, кто пришел на сегодняшнее мероприятие. Аудитория сегодня потрясающая. И выглядит так, что мы угадались с темами, да. Потому что я помню прошлое мероприятие, я помню последние доклады на прошлом мероприятии. Многие люди уже куда-то уехали, куда-то ушли. В этом году мы сделали мероприятие длиннее по формату. То есть мы мучаем разработчиков нашими докладами буквально до 7 вечера. И вчерашний доклад мой был последним. У меня был практически полный зал. Да, у меня самый большой зал. Вот. И я очень доволен, что они все остались им. Следовательно, очень интересно. И, следовательно, этот контент для них достаточно важен. Мы будем стараться в ближайшее время публиковать как можно больше контента. И сегодня мы уже опубликовали книжку. Сегодня мы делаем большое количество докладов. Ожидайте Дни разработчиков в регионах. И ожидайте видеоматериалы с этой конференции. Продолжение следует...